всем привет друзья вы на канале sky top games и мы продолжаем путешествовать по безкрайнему космосу вселенной мира space engine но перед началом данного ролика как обычно хотелось бы поблагодарить всех наших донатеров канала за вашу финансовую поддержку и помощь спасибо друзья ну что же как вы поняли из названия данного видео сегодня наше путешествие будет на краю нашей галактики млечный путь да мы находимся кстати говоря на самом ее краю вообще у меня была задумка перед началом данного ролика слетать на галактику андромеда и поискать какие-нибудь планеты записать для вас серию планетами с жизнью на андромеде а потом когда я стал перелетать за границей нашей галактики вернее улетать я стал смотреть думаю звезды почему-то не кончаются одна звезда 2 3 думаю и такая мысль возникает а почему бы не снять про какие-нибудь планеты или отдельные звезды которые на самом краю на самом краю нашей галактики и одно посмотреть какие виды здесь откроются возможно мы найдем какой-нибудь жизнь и так звезда которую я нашел это собственно звезда rs 84 96 красный гигант она имеет число планет 9 ну и по традиции да в этой традиции кстати давно не было на канале вообще раньше мы если когда-то путешествовали на какой-то далекий объект мы сразу же смотрели как далеко мы находимся от нашего родного солнышка от нашей планеты и так давайте посмотрим расстояние звезда солнце расстоянием тридцать семь тысяч двести десять световых лет это очень огромное очень огромное расстояние так ну что же красный гигант и что здесь есть давайте посмотрим браузер системы так она имеет по моему 9 до 9 планет как мы видим первое это раскаленный мини нептун очень близко находится поджарился второе это тоже раскаленный мега нептун третье это тоже газовый гигант горячий субью питер еще один горячий супью питер в принципе скажу так что здесь в основном все газовые газовые какие-то планеты гиганты и всему тому прочее но вот у как вы видите планеты rs 84 96 прохладный мини юпитер имеются интересные луны и одна из них это вот такая холодная озерная субаквария атмосферное отдам давление оно в точности как на планете земля температура здесь минус 124 градуса кстати говоря чем она примечательна так это здесь есть какая-то атмосфера и как мы видим конечно мы видим что в состав входят какие-то газы от ацетилена и все прочее непонятно но мы видим на поверхности планеты воду да это это вода это вода как мы знаем что это все рандомные объекты и возможно на программы иногда неправильно нам предоставляет какую-то информацию поэтому я думаю что следующие выпуске нам надо будет как-то я одну не знаю считывать данную информацию которая есть на планете и смотреть визуально и уже понимать что есть на самом деле ну вот как то так итак давайте сейчас на нее приземляться диаметр 9000 километров собственно давайте опускаться на поверхность планета а ну все таки минус 124 градуса как бы вроде бы она замерзшая мы видим лед снег может быть все замерзшие углекислый газ ну вот примерно вот такого плана скорее всего да здесь как бы ну нет никаких газов хотя может быть я не понимаю как это работает нам нужно вообще перелететь наверное к воде эти шикарный вид вот с этой стороны нам открывается но магеллановы облака на сам вот этот прохладный мини юпитер и на спутник теплая супер океаническая супер аквария ого там давление 655 атмосфер невероятно хотя может быть это даже не вода какой-нибудь метан метановые озера как я все время говорю на титане на спутнике газовой планеты нашей солнечной системы этом сатурн хотя вроде бы как мы видим даже это вода да есть вода интересно интересно так ну давайте наверное рассмотрим потрясающие какие-нибудь виды которые открываются с поверхности данной планеты если что пишите в комментариях пишите в комментариях ваши предположения предположение мне выдают в комментариях очень достаточно много не ругайтесь на меня если что-то я говорю не так ну что же ускоряем время кстати солнечные сутки на этой планете идут в три дня как я понял эк звезда заходит постепенно за горизонт мы кстати видим вращение еще одной луны вернее да это еще одна луна который у нас супер океаническая аквария она очень близко расположена к вам и собственно родительскую планету так сказать ждем заход звезды за горизонт закат я бы сказал практически как на земле вот если бы я бы не знал бы что это за планета вообще если бы начался симулятор прохождения до с этого места то я подумал что мы на планете земля так ну что же посмотрите как хорошо видны эти два объекта если стоять на этой планете неописуемые виды ахо и это все еще будет происходить на фоне млечного пути я так понимаю да видите прорисовка постепенно начинает показывать себя да это млечный путь вообще по идее по идее здесь ночь должна быть очень темная скажу почему потому что мы на самой последней звезде звезде на краю млечного пути то есть здесь нету блеска от каких-то других космических объектов ну если только вот эти два луна и планета родительская будут давать свет от родительской звезды а так по идее здесь конечно должно быть очень очень темно кстати отсюда видно звездные шаровые скопления м92 ну я понимаю понял хорошо это скорее всего еще одна планета точно и еще одна планета данные звезды собственно прохладный астероид это еще одна луна данной планеты галактика андромеда галактика треугольник до треугольник совершенно верно кстати если бы мы бы стояли бы на поверхности этой планеты и смотрели свой телескоп на андромеду я думаю даже в обычный средний телескоп объектов мы бы могли бы рассмотреть то есть объект сам мог бы виден быть очень даже лучше чем с планеты земля еще одна луна посмотрите как эти спутники все находятся рядом друг с другом как я в принципе и говорил что свет от спутников будет придавать нам здесь очень яркую ночь сейчас я на другую куда-нибудь поверхность сяду там где не будет падать этот свет так давайте где-нибудь наверно вот даже даже где-нибудь вот в этом наверно районе я думаю вот так так нет все равно нам вот этот спутник и я луна вернее да и планета они нам очень мешают так можно даже где-нибудь вот тут что опять нам не дает господи все эти луны нам очень мешают я же точно находил прям хорошее такое место посмотрите даже видно как свет от звезды падает на эту сторону а с той стороны подсвечивается родительской планеты и луны а вот здесь самое будет такое темное место ага так давайте поставим нормальное время здесь нет никакого отражения зато в такое северное сияние мы сможем принципе наблюдать ну пускай мы его оставим даже неплохо прекрасно прекрасно и посмотрите галактика млечный путь мы где-то вот там где-то на том краю очень далеко-далеко здорово так большое и малое магелланово облако но я хочу погрузиться прямо во тьму я знаю вам сейчас ничего не видно по крайней мере только я могу наблюдать симуляторе как все это выглядит вот здесь давайте опустимся сюда на поверхность примерно вот так ну и если посмотреть на ту сторону где нету галактики млечный путь полностью черное небо как я говорил здесь кромешная тьма представляете стоять на этой планете и думать что я скорее всего один во вселенной больше никого и ничего нет как хорошо что мы есть на планете земля да мы хотя бы можем видеть другие объекты и понимать что мы не одни ну хотя если стоять вот в этом районе и смотреть на млечный путь то сразу понимаешь что нет он где-то там в пучине сто процентов есть живые организмы как я может быть какие-то другие формы здесь шикарный вид вот здесь самый прекрасный вид невероятно так давайте промотаем ускорим время если вам понравится данная серия и конечно же я жду очень очень много лайков комментариев то обязательно я сниму для вас вторую часть данного путешествия сразу же за этой серией можно найти скорее всего где-нибудь где-нибудь на краю нашей галактики я не помню у меня по моему на канале где-то в плейлисте space engine есть данная серия которую я снимал очень давно мы находили также планеты с жизнью до сто процентов помню планету жизнью на краю млечного пути кстати если интересно можете почекать как же все это красиво смотрится такое величие прямо невероятно очень могущественно просто понимаешь что какая ты песчинка в этой пучине посмотрите темнота ничего нету дальше только галактика андромеда ну в принципе на ночном небе да ты бы мог увидеть галактику андромеду и галактику треугольник они бы были бы хорошо видны эти два объекта ну и какие то здесь луна не знаю соседние еще вот эти планеты газовый гигант мини юпитер там до помните который мы смотрели видели невероятно я думаю что это просто обалденно шикарное путешествие которое сегодня мы с вами прошли и где мы сегодня с вами побывали так и хочется здесь остаться навечно остаться на этой планете и смотреть даже на малое но большое величие на ночном небе ну что же друзья я надеюсь данное путешествие вам понравилось и ты как обычно поставишь лайк подпишешься на канал и собственно помните друзья что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие я не говорю пока я говорю до новых встреч всем новых открытий а и и и и